Привет, друзья! Вы находитесь на видеоблоге Леонида Егорова «Реальный культуризм». Сегодня пятница, 2 марта 2018 года, 12 часов дня. Но прежде чем представить вам содержание этого ролика, я хочу сказать, что есть определенная категория людей, которые очень заняты. Или они хотят при своем ритме делать все быстро, по-крупному, глубоко, не копая. И именно для вот такой категории зрителей я еще раз хочу сказать, что если вы хотите ускорить содержание этого ролика, пожалуйста, используйте настройки. Для чего я это говорю? Я говорю уже по содержанию первого ролика из этого направления бодибилдинг, которое называется «Бодибилдинг предисловие». Вот там как раз зритель в своих комментариях, невзирая на то, что я говорил о настройках видео, все равно выразил претензию о том, что я говорю медленно. Когда же я зашел на канал этого зрителя, я зашел в его плейлист «Избранное» и посмотрел первый ролик, который называется «33 полезных совета», то я увидел первое правило. Говори медленно, думай быстро. А это как раз обо мне. Я быстро думаю, просто иногда надо перебрать очень много вариантов в голове и выбрать лучший для вас. Зачастую мои мысли опережают слова, поэтому вы иногда обращали внимание, что я могу заглотить какое-то слово, не досказать. Поэтому, дорогие мои зрители, читатели, если вы хотите что-то быстро, то читайте книги, например, «Шопенгаур» за 90 минут, или «Ницше» за 90 минут, или есть книги «Философия» за час, или есть видеоролики, например, «Новости» за минуту и так далее. И у меня на видеоканале тоже есть такой видеоролик, который называется «Культуризм ответы». Вот в этом видеоролике вы по-крупному увидите и обо мне, и о моем мировоззрении, и о культуризме. По-крупному, в основном, в общем, вот так как хотят вот те многие, которые хотят все быстро. Пожалуйста, заходите, смотрите. Итак, к теме этого видеоролика. Ну вот я скажу сразу. Бодибилдинг – это не спорт. И когда я произношу это утверждение, то я обращаю внимание, что сразу несколько десятков моих подписчиков откидываются от моего видеоблога. И вот такой их отброс для меня, конечно же, нерадостный, конечно же, неприятен, но тем не менее, я понимаю, что это их позиция. Они воспринимают вот такое утверждение как ложь, очень негативно. И тут будут к месту уже слова Уильяма Блейка в переводе Сануила Яковлевича Маршака. Правда сказанная злобно, лжи отъявленной подобно. Но, к сожалению, как бы вы не любили бодибилдинг, а я его тоже, я его очень люблю. Я с ним живу всю жизнь. Но я должен говорить то, что является истиной. И вот это утверждение «бодибилдинг – не спорт» – это честно. Именно, готовя вас к такому утверждению, я и выпустил ролик, который называется «Культуризм – честность». Именно поэтому для меня и очень важно было подготовиться к этому ролику. Но политкорректно в обществе бодибилдинг представляется как вид спорта своим тренингом, федерациями, званиями и, конечно же, соревнованиями по бодибилдингу. Это я вам кратко обрисовал, как представляется бодибилдинг в обществе. Но если подробнее говорить, то, конечно же, тренинг, он мало чем отличается со стороны от тренинга тех же и тяжелоатлетов, пауэрлифтеров. И видится он очень тяжелым. Касательно федераций, то федераций много в бодибилдинге. И вы о них знаете. Конечно же, возглавляет список этих федераций Афибиби. Но заключают такой список, а он обширный, федерации, где-то на уровне федерации трех дворок, как я их называю. Или федерациям травосеков итальянских и так дальше, и так дальше, и так дальше. Очень часто бодибилдеры получают чемпионство именно в таких федерациях не самого верхнего уровня. Я вам тоже, также должен сказать, что представляясь как спорт, бодибилдинг еще и всячески подпитывает это утверждение в обществе и очень активно. Вот, например, Джо Вейдер в свое время, начиная с 90-х годов, очень активно продвигал бодибилдинг в олимпийское движение. Но, конечно, преобладает здравый смысл. И в олимпийском движении, я думаю, вы бодибилдинг никогда не увидите. И я начну объяснять, почему я утверждаю, что бодибилдинг не спорт. Но вы прекрасно знаете о моем мировоззрении. Но более детально я его обрисовал, как и путь к вам, дорогие мои зрители и читатели, вот в ролике «Культуризм. Статодинамика. Та же стадодинамика». Вот очень часто я такие мировоззренческие позиции излагаю там, где совершенно зритель не ожидает. Ну, как в этом ролике. И я вам должен сказать, что раз у меня есть культуризм в широком понимании, то вы должны понимать, что бодибилдинг для меня – это составная часть вот этого моего мировоззрения. Это составная часть культуризма в широком понимании. И вы также должны понимать, что у меня изгляд на бодибилдинг отличается от взгляда политкорректного, который существует в обществе. Ну, прежде чем говорить о моем представлении о бодибилдинге, я вам скажу о том, какое место бодибилдинг занимает среди других видов деятельности, связанной с физической нагрузкой. А это, прежде всего, спорт, физкультура, это физподготовка в иных целях. И бодибилдинг, он занимает отдельную позицию среди этих видов физической активности. Ну, я вам скажу так, что для общества, прежде всего, важен спорт. Почему? Потому что спорт – это, прежде всего, лицо страны. И поэтому спортсмены – это воины, которые сражаются за гордость страны, которые сражаются за наилучшие показатели страны. И, естественно, спорт выходит на первое место в обществе для него. Далее, на втором месте по значимости, ну, как я считаю, конечно, для общества является физкультура. Почему? Потому что цель физкультуры – это укрепление здоровья. Превосходная цель. А для государства, для общества вы должны понимать, что лучший работник – это здоровый работник. Именно здоровый работник может принести больше пользы обществу, государству. Ну, и, конечно же, есть и иные цели для физической подготовки. Это связано, опять-таки, может быть связано с государством, то есть физическая подготовка воинов, физическая подготовка работников силовых структур и так дальше, и так дальше, и так дальше. А вот бодибилдинг, вот он уже заточен несколько иначе. Почему? Да потому что цель бодибилдинга – это сформировать гармоничное тело. И прежде всего такая цель преследуется. И вот, сказав так сухо, я для вас разверну это понятие и скажу, что бодибилдинг – это самый мужской путь. Но прежде чем раскрывать вот это понятие, более низкое для меня, чем культуризм в широком понимании, давайте скажу пару слов о культуризме. Вот для меня культуризм в широком понимании – это самый мужской путь к самым мужским целям. Почему я так говорю? Почему этот путь, во-первых, мужской? Ну потому что в системе культуризма, которую я по жизни исповедую, которую я пропагандирую, прежде всего это движение к совершенству, к гармонии. А наша жизнь показывает, что наивысшие формы гармонии, достижений человека, они как раз выполнены мужским разумом. Высшие достижения, развивающие наш мир, человечество, они принадлежат мужской части. А почему самый мужской путь? Да потому что это самый и тяжелый путь, но и самый лучший путь к счастью, а именно к этому любой человек и стремится. Это путь к удовольствию, а не к страданию. И поэтому вот эта цель счастья, совершенства и является и самой мужской. Потому что высшие чувства в этом мире, опять-таки, прежде всего, принадлежат мужской части. Конечно, это в моих устах слушается, как речь сексиста. Но я обожаю женщин. И, конечно же, и для них место ответено очень почетное в моей системе культуризма. Именно они сопровождают этот доблестный мужской путь. Из этого получают от мужчины защиту, поддержку, материальную базу для реализации уже ее предназначения. А ее предназначение уже предписано природой и изначально. Это воспроизводство нам подобных, прежде всего, сопровождений. Ну и, конечно же, быть свидетелем доблестного мужского пути. Именно так мне видится культуризм в широком понимании этого слова. Но этот путь невозможен без гармонии разума, души и тела. Так вот эту гармонию при гармоничном сочетании разума и души завершает как раз гармония тела и формирование этой гармонии. И этим как раз занимается культуризм бодибилдинг. И занимается он по-здоровому, прежде всего. И вот так вот обрисовав положение по отношению к бодибилдингу в моем видении, вы должны сформировать и у себя примерно такое же отношение к культуризму бодибилдингу. Но мне часто задают вопрос. Ну вроде вы как обрисовали, все хорошо, все видится достаточно стройно. Но почему же общество относится очень негативно к бодибилдингу? Да потому что вот это понятие культуризм бодибилдинг, оно извращено в обществе вот этой же политкорректностью и подыгрыванием этой политкорректности в бодибилдерской среде, которая уже превратила бодибилдинг как такую фабрику шоу. Почему? Но прежде всего хочу вам сказать, что если культуризм в широком понимании – это самое мужское движение к самой мужской цели, то вот уже бодибилдинг, как культуризм в узком понимании этого слова, уже является самым мужским путем, но уже не к самым мужским целям. Почему я говорю самым мужским путем? Это для вас будет всем понятно, потому что этот путь, а он прежде всего тренировочный, он спортивный. Этот путь самый тяжелый, тренировочный, даже по отношению ко всем видам спорта, и в том числе по отношению к силовым видам спорта, на которые очень похож культуризм. Кстати, у Ивана Бунина есть такое крылатое выражение, что женщина очень похожа на человека и живет рядом с ним. Но можно засомневаться в истине этого утверждения и посчитать, что это далеко от истины. Но аналогично можно сказать о бодибилдинге, что бодибилдинг очень похож на спорт и находится рядом с ним. Вот эта похожесть на спорт, она прежде всего связана с тренировками, с тренингом, с тяжестью вот такого тренировочного пути в бодибилдинге. Но вряд ли кто-то будет сомневаться, что вот те килограммы, которые переносятся культуристами на тренировки, приходясь там на каждый сантиметр этого движения, они самые объемные, они самые тяжелые в килограммах. Вы также должны понимать, что и такой тренинг в культуризме, он в отличие других видов спорта, может сопровождать культуриста всю жизнь. И вот этот объем, который растянут на всю жизнь, он никаким тренингом, ни с какого вида спорта другого, никогда не перебьется. Именно поэтому вот такой самый тяжелый путь он будет являться и самым мужским, потому что он требует волю, он требует большую волю, а именно воля, это, как я говорю, наше все, это самое мужское качество. Конечно, меня удивляет, что этим качеством зачастую могут обладать женщины, которые почему-то идут мужским путем. Их мало, но они есть. Это, конечно же, вызывает удивление, как и движение любых меньшинств. Но раз этот путь такой бодибилдинга, самый мужской, то почему же он идет не к самым мужским целям? А я бы вам сказал, что цель – это красота. Прежде всего, мы формируем мускульную мужскую красоту. Ну, мускульная – хорошо, мужская – хорошо, а вот уже красота, к сожалению, это не главный мужской приоритет. Не в глазах того же мужика, и не в глазах женщины, конечно же. Потому что главный мужской приоритет – это разум. Далее может идти душа. И, конечно же, когда красивая душа, когда большой, развитый разум, то очень неплохо, когда это все помещается в хорошем, красивом сосуде, которое называется мужское тело. И самая лучшая атрибутика этой мужской красоты, конечно, это мышцы, мускулы, мускульная красота. Тем не менее, красота и соперничество в красоте – это прерогатива женщины, приоритеты женские. И поэтому меня всегда улыбает, когда соревнуются в красоте, пусть даже мужской, мужчины. И соревнуются уже широко, соревнуются на всех уровнях, и беря, конечно, и сопровождающую атрибутику, вплоть до макияжа. Естественно, такое движение, не совсем мужское, зачастую привлекает и основную массу секс-меньшинств. То есть, меньшинства тянутся к меньшинствам. Именно поэтому в обществе негласно складывается вот такое отрицательное отношение к бодибилдингу. Я бы, например, всех бодибилдеров разделил на культуристов и красивистов. Вот как вот есть шахматисты играют в шахматы, хоккеист в хоккей, футболист в футбол. Вот так вот красивисты играют и соревнуются, соперничают в красоте. Но почему-то называют вот это соперничество соревнованиями. Почему-то они называют свои сообщества федерациями. Да и звания они получают в политкорректном обществе такие же, как и спортсмены. А получают они звания и КМС, и мастер спорта, и мастер спорта международного класса. Это, конечно, вписывается в политкорректность, но в истинное содержание бодибилдинга, конечно же, нет. Ведь нет же победительниц конкурсов женских красоты, которые присваиваются мастер спорта, мастер спорта международного класса, как высшее звание, если победительница выступает на турнире, например, мисс мира. Хотя и высшие соревнования по бодибилдину, они уже более откровенно и честно называются мистер. Подчеркивая вот это соперничество в красоте. Итак, дорогие мои друзья, а вот сейчас давайте я вам дам содержание, определение, что же такое бодибилдинг, о котором я вам буду в дальнейшем в деталях рассказывать, а я буду вести речь о натуральном бодибилдинге, от которого можно получить очень много преимуществ. И о таких ништяках мы еще будем говорить. именно вот эти преимущества, которые дает нам культуризм, которые завершают гармоничное наше движение, поддерживают такое гармоничное движение в мире, мы и будем говорить далее. Именно вот эти ништяки, они и будут являться мотивацией вашей брать на вооружение культуризм. И культуризм может стать для вас очень важной, а зачастую и главной опорой в жизни, в которой мы подвержены различным неприятностям, бедам, ударам. И именно культуризм вам позволит выстоять. И об этом я буду уже говорить в следующем ролике. А пока, дорогие мои друзья, я вас приглашаю на стрим направление, где мы в вопросах и моих ответах обсудим сказанное в этом ролике. Я послушаю ваше мнение, ваш взгляд. И я думаю, что после стрима по следам этого ролика уже содержание, которое пишется вот в этой книге будет отлажено и выверено. Итак, ребята, до встречи с вами уже на стриме в живом общении. А стримы я планирую по субботам, а стримы я планирую на двадцать двадцать, что созвучно названию моей книги. До скорой встречи, дорогие мои друзья. Пока. 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 Продолжение следует...